Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. После того, как я расстался с парнем, мы год встречались, имею ввиду с парнем, с которым мы расстались. То есть мы встречались с парнем год и после расстались с ним. Прошло больше полутора лет и я не могу строить личную жизнь. Смотрите. Во-первых, что здесь нужно сказать. Расставание с парнем это травма. То есть у вас травма психологическая. Отдельного упоминания заслуживает то, что для вас парень значит, вот именно, ну вот именно какое, какое значение он для вас имеет. Именно парень, именно парень там какое значение для вас имеет. Очень важно это увидеть, заметить. И, собственно говоря, вот здесь и дальше есть ощущение, что вы прямо-таки, ну, идеализируете, сверхсценной идею. Вот он, чтобы устроить личную жизнь. Вот. И это, конечно, следует рассмотреть. Рассмотреть максимально подробно. Как? Получается. Получается, что вы пытаетесь, значит, устроить личную жизнь. Как будто бы специально. А? Насильно. Ну, блин. Какое для вас это имеет значение? Ну, какое значение для вас это имеет? Я имею в виду личную жизнь. Я имею в виду личную жизнь для вас. Какое значение имеет? Это, ну, очень важный момент. На мой взгляд. Очень важный аспект. На мой взгляд. Дальше. Дальше. Из-за чего расстались вы своим парнем? Вот. Ну, каковы причины расставания между вами? Что между вами? Вот. Что между вами общего было? Вот. Как много общего между вами было, а что между вами было общего? Вот. А вот вы... Вы остались с ним. Да. Какой вот, ну, ваш вклад в расставание, значит, с ним был, ну, я думаю, что какой-то вклад 100% имеется. Вот. То есть, ну, вы же, вот, как это, значит, ну, делали что-то получается, да? Вот. Вот. Ну, совершенно очевидно, что вы что-то. Совершенно очевидно, что вы что-то делали. Вот. Что, что, что привело, по итогу, к тому, что вы расстались. Вот. Так что, здесь, вот, на эти, на эти вещи, вот, как минимум, да? Нужно обратить, обратить внимание, вот, ну, ваше. Как минимум, на эти, на эти вещи. Вот. А дальше, я думаю, уже, вот, будет понятно, что, что конкретно вы делали и что нужно корректировать. Дальше. Внешность хорошая, не пью, не курю, образованная, общительная работу. Ну, это вы, знаете, как, это вы себя оцениваете так. Ну, вот. А, значит, это контроль. Вот это вот отдает контроль им очень сильно. Может быть, я сижу не на том сайте знакомств. Пишите вы. Ну, на сайте знакомств вообще. Через сайте знакомств мне лучшая история знакомиться. Мне нужны серьезные отношения. Что такое серьезные отношения? Понимаете ли вы, что, говоря, что вам нужны серьезные отношения? Вы сразу переключаете свое внимание с личности человека на форму отношений. И человек становится средством для достижения этой самой формы отношений. Что в этом хорошего может быть для вас и для партнера, непонятно. Когда партнеры являются, по сути, заложниками формы отношений, которые существуют только у вас в голове. Только у вас в голове существует модель серьезных отношений. То есть, изначально отношения начинаются с контроля. В них отсутствует свобода, готовность отпустить человека. Да? Это страх потери, страх одиночества может быть. Возможно, вы свою жизнь и пытаетесь лично устроить, потому что вам тяжело одной быть. То есть, у вас идет внутреннее непринятие. А парни хотят такое ощущение свободных отношений, быстрого секса и поэтому не получается. Ну, на сайте знакомств редко попадаются с ребят, которые хотят чего-то другого. Чтобы парни хотели чего-то другого, нужно знакомство по интересам, а не на сайте знакомства. Один-два свидания, они уходят от меня, хотя говорили, что встретимся снова. Ну, вот опять же, что такое свидание? Свидание, это, по сути, витрина для товара. Выставка, выставка товаров. Это свидание. То есть, человека берут, выставляют и вот-вот показывают товар лицам. То есть, по сути, вы себя пытаетесь продать на этих свиданиях. Вот. И ребята пытаются себя продать, только цели разные. Вот. Понимаете, кто такой свидание? Вот. А свидание хорошая штука, когда люди уже знакомы, когда у людей уже есть что-то общее, у них уже устояло сообщение, устояли соотношения какие-то, хоть как знакомых, как друзей. Вот. И эти люди, вот, значит, просто чтобы раскрыть какую-то еще грань своих отношений, вот, может быть, предать романтики, если такое желание есть. Идут на свидание. Вот. Это да. Но свидание в качестве фундамента общения? Нет. Значит, последние четыре встречи меня вообще вывели из себя. Вас это как-то задевало. Парень хотел встречаться, мы виделись, потом пропал. При вопросе, в чем дело, он ничего размечу, но ответить не мог. Что мотивировало вас задать вопрос, в чем дело? Я вам отвечу. Недоверие себе. Или боль, которую вы пытаетесь заглушить объяснениями. Со вторым встречались месяц, он, видимо, больше не хотел, и очень жестко, как-то не помешки, стал игнорировать меня. Ну, так вы не совпадаете по темпам с человеком. У человека одни доброзвития, у вас свой. У человека одни представления, у вас свои. Ну, все нормально. Стал игнорировать меня, оставив боль в моем сердце. А вот что болит? Что боль-то вызывает? Конкретно. Третий тоже. Ходили по ресторанам. Видно, что я ему нравился. Нравилось. Были планы. С его стороны, вы, кстати, ничего не говорите по поводу того, что ему нравились льва мужчины. Это бы просто исчез без объяснения причины. А зачем мне это объяснять, если ты хочешь уйти? Ну, вот зачем? Ну, можно сказать, можно, конечно, сказать человеку, что все, мы заканчиваем. Ну, чаще всего это же только вопрос, вопрос еще больше вызывает. То есть, зачем, зачем бы говорить? Чтобы вам дало объяснение причину. Очевидно, что если человек ушел, значит, он в вас не заинтересован. Разве этого недостаточно? Четвертый, значит, помещал кое-что в гостинице, послушал слова, толком ничего не помню, потом мы встречались еще, он снова исчез. Вот эта часть текста, если честно, для меня самая странная и неоднозначная. Я даже не знаю, как это комментировать, честно говоря, Елена. Значит, у вас аппейли, грубо говоря, у вас аппейли. После этого вы еще встречались... Встречались еще немного... Человек. Зачем? То есть, вы готовы это терпеть, принимать, вот то, что вас аппейли? Не понятно. Я не хочу терять веру и найти своего человека. Елена, нет вашего человека. Ваших людей нет. Но это иллюзия. Вы не своего человека хотите найти. Вы опору хотите найти, который у вас нет в себе почему-то. Вот. Вот. Я очень хочу любить и быть любимым. Я думаю, что вы больше хотите, чтобы любили вас. Потому что... Себя вы не любите, очевидно. Не принимаете себя. Тот человек, который себя не принимает, не может любить другого. Если посмотреть на ситуацию несколько лет назад, парни мне особо были не нужны. Они бегали за мной. Отбоя не было. Я много пила. Я вела праздный образ жизни. Некрасиво поступала с парнями. Могла дать надежду, чтобы что-то поиметь. Могла взять денег у ухажера, не расплатившись. И давала надежду. То есть, не говоря ни да, ни нету. Это поведение напоминает бегство. Бегство вот само из себя. Какой-то боли уже тогда. Вот. Это первое. Значит, праздный образ жизни – это бегство. Алкоголь – это потребность в любви, как раз таки. А то, что мы пользуемся парнями – это агрессия. Такая вот пассивная агрессия. Такая вот история. На кого-то вы сдерживаете, подавляете агрессию до сих пор. Часто блокировал, особенно отстойчивых мужчин. Так, ну это нормально. Мне было плевать на их чувства. Я думал, что с них можно поиметь. Я повторюсь. Я сказал откуда это. Сейчас, когда я хочу найти любовь, я изменился. Теперь я другой человек. А что это подвигает вас на изменения? То есть что? Вы хотите сказать, что… Вы хотите сказать, что… Сейчас вам на чувства парней не плевать. Сейчас вас не интересует, что с них можно поиметь. Окей, хорошо, если так. Но в таком случае на сайте знакомств не лучше место для… Выстраивание. 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 Таких отношений. Вот. И стремление к серьезным, к серьезным отношениям – это тоже вообще-то не путь к ненаплевательскому восприятию чувств мужчин. Да? Знаете, такая штука. Более того, стремление к серьезным отношениям – это наплевательское восприятие к своих чувств. Потому что… Потому что… Вот… Просто представьте себе такую историю. Что… Встречается вам мужчина. Внешне, вообще, по поведению, да, по ценностям, вообще не подходящий под ваши критерии. Вот. Не постоянный, там, условно говоря, там, пропадает, пропадает, там, все время, да. Вот. Денег у него никогда, никогда нет. Работает, где попал. Ну, в смысле, не задерживается на работе. Вот. Подработки все время какие-то только. То есть, ну, вы понимаете, что, как бы, ну, ненадежный партнер. Но, черт, привлекает, капец, как сильно. Например, физически. Ну, и что, вы будете отказывать себе в удовольствие… В удовольствие с ним переспать, только потому что… Это не серьезно. Знаете? Вот. Или другая история. Наоборот. Обратная ситуация. Встретился парень. Очень хороший. Надежный. Все. А, вот, как бы, например, с интимной сферой не очень. Да? Или, допустим, не общается. То есть, ну, молчаливый очень. Вот. Вот. Или на работе все время попадает. Нам это не нравится. Но, в остальном, идеально подходит под ваши критерии. Ну, и что, вы будете с ним только потому, что он под критерии попадает. Так что, стремление к серьезным отношениям – это тоже наплевательская история в контексте ваших чувств. Я думаю, извините, но, вот, насчет изменений, я лично думаю, что это не изменение. А я думаю, что это стремление к одному и тому же. Только, если раньше вы думали, что вы можете достичь этого вот одним путем, этот путь у вас не получился. Вот. Вы в нем разочаровались. И решили выбрать другой. Вот. Ну, так, то же самое. То же самое, получается. Так, вы пишите, как будто карма вернулась ко мне. А вы верите в карму, Елена? Что мне делать? Ну, самый лучший способ – пойти на психотерапию и начать работать над собой системно и регулярно. Вот. Значит, это могло бы решить ваши трудности. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.